Фарух Кузиит Резидент штаба Мы начинаем серию видеоинтервью с резидентами штаба Эти интервью у нас проходят под таким общим названием Искусство и политика Под очень общим, очень широким Мы в этом сочетании слов и искусство, и политика мы понимаем достаточно широко И вот с нашими резидентами пытаемся эту пару И взаимодействие между искусством и политикой Противодействие, взаимоисключение Или же наоборот взаимоусиление А может быть не развлечение между этими двумя дисциплинами Пытаемся осмысливать и обсуждать Это в принципе то, чем занимается штаб вообще Ну и вот как бы в общении с нашими резидентами Мы хотим это лучше уяснить в серии вот этих вот исследовательских интервью И тебе выпала честь быть первым интервьюгентом в этой программе Ну может быть два слова я скажу для тех, кто тебя еще не знает С 2004 года, 2009 год мы довольно интенсивно вместе работали В разных проектах, в разных организациях Последняя была Бактрия Потом ты два года учился в Америке Изучал арт-менеджмент Да, арт-менеджмент, культурная политика Сейчас ты вернулся в Душамбе, в Таджикистан И работаешь в организации Душамбе Art Ground Душамбе Art Ground Вопрос в этой связи, в связи как бы с искусством и политикой Это собственно твой такой, скажем, заграничный опыт, опыт жизни в Америке Вот сейчас я как раз представила книжка на полке, я ее перед интервью листал Называется «Демократия для избранных» Майкла Паренти И вот в введении к ней написано «Принято считать, что США выдают себя за мировой оплот гражданских свобод Тем самым присваивая право экспортировать собственный тип демократии в другие страны Что же представляет собой американская демократия на самом деле И можно ли вообще называть этот режим демократии» Вот собственно такой вопрос может быть очень как бы наивный в своей общности Об-об-об-общести, скажем так Но я бы хотел тебе его адресовать Как вот этот твой американский опыт, опыт американского образования Опыт как бы жизни двух лет в Америке Как бы вот соотносится сейчас с твоим взглядом на ситуацию в Центральной Азии И вообще с взглядом на искусство Ну и в целом на твои политические взгляды, скажем так На самом деле я очень понял важность СМИ и различных других медиа Формирование общественного мнения по подобным поводам То есть демократия для всех, американская демократия для всех Это модель демократии, образ жизни Это огромный миф, опасность которого заключается в том Что он воспринимается обществом некритически, неосмысленно И как данность То есть люди не понимают, что это просто-напросто миф Люди ничего не знают об Америке А если оказывается там, Америка создала такие маршруты По которым можно передвигаться к приезжему И совершенно ничего не узнать об этой стране То есть это такой вот Диснейленд или Гарри Поттерленд для приезжающих Ну что ты-то с этих маршрутов сходил, да? Я... Скажи, да Конечно, да Вот мне сначала, я сначала сразу же попал в Майами Конечно же, это золотые пляжи, это загорелые тела на этих пляжах Это клубы, это разнузнанная ночная жизнь, это молодежь После Майами я поехал жить в Бафло, где проживал два года И там у меня открылась совершенно другая Америка Америка, которая состоит по большей части из рабочих Рабочих, рабочего класса, которого капитализм просто кинул Переведя все производство в Мексику или в Восточную Азию Это люди, которые остались жить на каких-то пособиях Деградирующее общество Отсутствие образования у населения, отсутствие здравоохранения Вот недавно у меня был разговор с одной моей коллегой Если мы будем следовать американской модели развития, так называемой эволюции А мы будем жить в таком справедливом обществе, где у всех все будет Но опять-таки мы знаем, что сам термин эволюция Он совершенно не уместен в экономическом анализе Потому что это, опять-таки, миф, похищенное слово Который похитили из естественных наук и вернули Не вернули, вернее, а приписали или внедрили в социологию, политологию, экономику Именно либеральную, как искаженное слово Я учился в магистратуре И в моем классе было 12 человек И ни один из них не был человеком из бедной семьи Фактически Более того, то есть эти люди могли себе позволить ходить в университет А учиться в университете Более того, у каждого из них был долг по 100 тысяч долларов К тому моменту, когда они закончили магистратуру Для того, чтобы просто понять, что это за сумма Ну, 100 тысяч долларов Мы говорим сейчас о годовом бюджете такого турного центра Например, как Hardground Даже больше, раза в два Это долг, который люди вынуждены отдавать Примерно 40 лет Потому что, помимо этого долга У них есть долг на жилье, долг на машину На все эти страховки Только четверть населения, в принципе, в Америке Может поступить в колледж Просто начать учебу Очень многие из-за финансовых проблем не могут закончить В принципе, образование, как у меня сейчас Могут себе позволить где-то от 2 до 7% всего населения США Всегда надо помнить, что образование в Америке Оно обслуживает существующий строй То есть, образование подстраивается, постоянно меняется Модернизирует себя Для того, чтобы быть адекватным этому способу производства Этим отношением Ну, вот вся эта ситуация, которую ты описываешь Которая, ну, на самом деле Действительно долгие Долгие годы, на самом деле Она была скрыта от Не то, что ее кто-то прятал Просто она казалась абсолютно несущественной Но вот в условиях текущего финансового кризиса Вся эта часть глобального капитализма В его центре Вдруг она стала выпуклой А каким образом Американское Общество Каким образом в Америке Даже на низовом уровне Люди реагируют на эту ситуацию То есть, приходилось ли тебе иметь дело С какими-то локальными протестными группами С какими-то практиками Альтернативы Которые создаются людьми Все-таки, как бы Несмотря ни на что В Америке довольно развитое Сильное гражданское общество Которое Должно иметь какие-то инструменты Для реакции на эту ситуацию Для противодействия Для протеста против нее Ну и Очень сложно говорить О американских активистах Потому что Во-первых, я был связан Так или иначе С движением Окупай Окупай Баффало Я участвовал в нескольких шествиях Я общался с людьми Которые несколько месяцев Жили перед администрацией Нашего графства Я также посещал Окупай Непосредственно В Оустре С которого все началось Опять-таки Сказывается очень сильный Недостаток образования Людей, которые участвуют Во всех этих процессах Недоосмысленность Потому что В основном Все вот эти движения Как Окупай Так и движение Цайгайст Которое опять-таки Оно антикапиталистическое В принципе По своим сентиментам Но они У них очень слабая Научная база В каком плане Все это очень со стороны Походит на Какую-то Конспирологию На какую-то Теорию заговора Потому что В первую очередь Они винят И не безосновательно Крупные корпорации Особенно крупные банки Банков Америка Например Для них Вот сами банки Которые Перепродают экономику Которые Лоббируют Свои законы Выгодные В первую очередь Крупному капиталу А не мелкому Производству Они у них Являются Как бы источником зла Опять-таки Теория марксизма Один процент Теория класса Очень сильно Помогла бы им В движении Действительно Реальных Ну разве Вот даже Такой В своей Как бы Простоте Лозунг Окупай В своей простоте Аттрактивный Уяда на 99% Разве это не есть Ну какой-то Так скажем На сегодняшнем Витке Взгляд На классовое Деление общества На 1% Которых Основные Средства Производства Да Вся экономика И 99% Наемных Работников Которые Так или иначе Больше или меньше Но Зависят От воли Желаний Этого 1% То есть Есть Какой-то Такой Может быть Даже Может быть Радикальный По-своему Классовый Взгляд Взгляд Марксистская Теория Тоже Что Есть всего Два Класса Класс Буржуазии Класс Пролетариата И вот Эти 99% Это Абсолютное Пролетаризированное Большинство Людей В мире К сожалению Не все 99% Населения Знают Они Осознают Что Они 99% То есть Они Не приписывают Они Не вся Америка Конечно Участвует В протестном Движении Потому что Во-первых Огромная Часть населения США Считает Что Долг Это Нормальный То есть Мы не понимаем Просто под каким Идеологическим Прессом Находятся Все эти люди Русный капитал Америки Контролируют Все медиа Каналы Все телевидение Интернет Очень Много Радиостанций Они контролируют И поэтому Альтернативы Например В экономических Моделях Они Практически Не освещены Миф О Боготворительности Потому что Очень многие И здесь Разделяют Вот это Мнение То что Если будет Государство Не социальным А предоставит Частным лицам Формировать Общество Помогать Ему Да За свой счет Как-то Его поддерживать Это Огромный Миф Потому что Если мы Подумаем Если мы Узнаем На что В первую очередь Тратятся Боготворительные Деньги Например В той же самой Америке Мы начнем Сразу задавать Неудобный вопрос Например В Америке Это религия То есть Религиозные Институты Церкви Получают Больше всего Боготворительных Денег В 2003 году По-моему Только проводилось Такое Проводилось Исследование В этом Выяснилось Что 300 Миллиардов Долларов Было Выделено Частными Предпринимателями Крупным капиталом Корпорациями Именно На религию При этом Культура И образование Вместе Занимали Четвертое место Причем Я просто не знаю Где-то 60% От всей суммы Поджертвований Было сделано Именно В религии На 8-9 месте Было Здравоохранение Исследование То есть Куда инвестируются Эти деньги Они инвестируются В какое-то Улучшение отношений Общества и Бога Поговоря Нежели В решение Реальных проблем В которых в Америке Очень много То есть Больше половины Населения Не имеет доступа К здравоохранению Обычному То есть Я не говорю Там Если ребенок Родился Каким-нибудь раком Он уже никогда Не получит Медицинское обслуживание Потому что Никто ему не даст Страховку Потому что Ее нужно купить А никто не даст Страховку Больному ракам Например Вот такие примеры Никто этому человеку Не поможет никогда Никто не возьмет На себе финансовую Ответственность За такие вещи Вот На что еще Формы Боготворительности Иногда доходят до абсурда Вот мы говорили о том Что например Люди платят Деньги театрам Чтобы На кресле перед На креслах Располагались Таблички С их именем А так Чтобы кто-то Пришел Увидел Эту табличку Человек За 3000 долларов Мог-то Себя Увековечить На один сезон Театр Это общество Это общество Предлагает Совершенно Разнообразные Совершенно Обсудные Порой Формы Боготворительности В первую очередь Исходя из своих Интересов Финансовых И при этом Совершенно Игнорируя Реальные Существующие Проблемы То, что ты рассказываешь Это наблюдения Одноэтажная Америка А вот Твой собственный Какой-то Такой опыт Где ты мог Столкнуться Со всеми Противоречиями Развитого Капитализма Ну да Одно из Главных Очень ярких Противоречий На мой взгляд Это Противоречия В правах Капитала И правах Индивида Вот опять-таки Возвращаясь К демократии И правам Очень Такой Травматичный Личный опыт Помог мне Это на своей шкуре Осознать Меня Ограбили Не ограбили А воровали Квартиру залез Вор И вынес Все ценности Где-то на 4000 долларов Компьютеры Камеры И когда я позвонил В полицию Приехал полицейский Запомнил форму С моих слов Что было украдено И сказал Что мне назначат детектива А детектива Назначили И С тех пор Мы общались Об этой краже Об этом преступлении С детективом Только по телефону Потому что Ни разу не появился На месте преступления То есть Никто не приезжает Я говорю А как же Там отпечатки пальцев На ручке Например Может быть То есть Я вот эти все Все свои Как бы Грёзы Которые я Набрался Из голливудских фильмов Потом Как ведутся Расследования Что там Сидит человек Снимает опечатки Опрашивает соседей Например Смотрит Запись С камер наблюдения Этого ничего не было То есть Он говорит А ты что Походил по соседям Поспрашивал Кто-нибудь что-нибудь видел Я говорю Я как-то Привык Что у нас Например Этим занимается Полиция Милиция А он Не-не Ты походи Поспрашивай Я все это время Секел Думаю А роль детектива В Америке Она в чем Я так ответа не получил В общем Предоставил расследование Полностью Я и видео смотрел С видеозаблюдения Я увидел Преступника Я увидел Да То есть Свобода Действия Действия Предоставляется Самому Никто не ограничивает Твою свободу В этом отношении Самой жертвой Самой жертвой Но в то же время Я увидел Такие случаи Как например В области Пиратства Например Это очень серьезное Преступление Для американских корпораций Потому что Они очень много денег На этом зарабатывают Если Люди этим занимаются Им это очень не нравится Например Если бы я выложил Один фильм Один дивиди В торренты То за мной бы приехало Как минимум Два офицера ФБР Меня бы арестовали И мне бы предложили сделку Как это чаще всего сделается Я бы должен был заплатить штраф В 2000 долларов И дело бы замяли Либо меня штрафовали бы На 60 или 200 тысяч долларов В зависимости от Лейбла До 200 тысяч долларов Можно будет заплатить Штраф за это преступление Либо отсидеть 20 или 15 лет в тюрьме Мой друг наблюдал Несколько раз Как из университетов Забирали студентов Которые Выкладывали Или скачивали вещи Из интернета И этим занимается ФБР Когда как Мою собственность Украденную Фактически Никто не искал Был еще очень такой Громкий случай Когда В Нью-Йорке Мужчина Убил и сжег Женщину Ему за это дали 25 лет Тюрьмы Создатель сайта MegaUpload.com Это файлообменник Через который люди Как правило Обменивали музыку Его вина была косвенной То есть он создал Инструмент Которым пользовались Не совсем по закону Но его по этой косвенной вине Посадили в тюрьму На 50 лет То есть Всегда надо помнить В таком правовом государстве Как Америка Кто имеет больше прав Капитал Или индивид С точки зрения капитала Все на самом деле Абсолютно логично Тот кто Платит больше налогов Тот кто Как вы Представлений Тот кто Как они говорят Creates jobs Тот соответственно Имеет Более привилегированное положение Слушай Это безусловно Очень интересная Интересная информация Которая Которая нам нужно На самом деле Как бы Может быть даже Больше об этом говорить Потому что Потому что На протяжении Очень долгого времени Начинаем с 90-х годов Запад и Америка В частности Соединенные Штаты Америки Это был тот Некий горизонт Которому Мы стремились Да И даже сегодня Мне очень смешно Читать какие-то статьи Например Которых Ну Они чаще всего Например Статьи российских авторов И о России С такими формулировками Но просто люди Хотят жить В нормальной европейской Стране Когда я читаю Формулировку Нормальная европейская страна Я просто Захожусь Гомерическим хохотом Потому что Я не могу понять Какая это страна То есть Мне хочется Просто чтобы не указали Какая это нормальная Европейская страна То есть Где она На Луне Находится Наверное Потому что Нет уже Никаких нормальных Европейских стран Расскажи нам О Душанбле Артград Это вот такая площадка Которая состоит Из Небольшого Выставочного пространства Которого можно Приспособить Также под Какое-то Исполнительское пространство Для каких-то Перформансов И творческих встреч Это ресурсный центр С библиотекой Доступом в интернет Ну и Это вот такое место Это такой ресурс Где могут Встречаться Для каких-то Обсуждений Дискуссий Люди творчества И люди Общественной сферы После того Как ты вернулся в Америку Из Америки Вернее Начал работать Над этим проектом Ты знаешь Что как бы Часть твоей Так скажем Исследовательской мысли Она в том числе Обращена на Проблематику Искусства И политики Да Вот Мы тут В штабе У себя Публиковали Твой текст Художник общества Игра в прятки Как ты В целом В самом Таком Широком смысле Откомментировал Саму эту Саму эту Постановку Так скажем Проблемы Искусство И политика Вообще Она имеет Право на существование Или искусство Отдельно Политика Отдельно И в принципе Говорить даже Об этом Не имеет смысла Ну в принципе Мне кажется Ни об одной Из областей Человеческой деятельности Невозможно Сейчас говорить В наше время В отрыве От остальных Областей Мысли И деятельности Да Нельзя говорить В искусстве И техническом В отрыве От технического Прогресса Например Да Нельзя говорить Об искусстве В отрыве От этики И религии Все это Очень взаимосвязано Но Мне бы хотелось Вспомнить Некоторых Современных Комментаторов Которые Привязывают Фигуру художника Сегодня К концепту Предложенному Антонио Грамши В начале века Который Предложил Такой термин Как Публичный интеллектуал Да Он видел Что Должны Существовать Люди Среди активистов И академиков Которые Не будут Привязаны К каким-то Институциям Или Контролируемым Структурам Многие Сейчас Склонны Привязывать Фигуру художника Именно К концепту Публичного Интеллектуала Художник Особенно Современный Художник У нас Априори Парэксаланс Воспринимается Как Общественный Деятель Даже Если Посмотрите На то Кем Финансируется И как Финансируется Современное Искусство В регионе Это Как правило Программы И фонды Которые Продвигают Развитие Гражданского Общества Либо Социального Развития Они Именно Поддерживают Современное Искусство Поэтому Сейчас В Независимости От нашей На то Воли Художник Воспринимается Как Какой-то Общественный Деятель То есть Фигура Публичного Интеллектуала По-твоему Она уже Сама по себе Политизирована Правильно Понимаю И художник Равно Публичный Интеллектуал Легитимно Говорить В категориях Центральной Азии Представляем Искусство Центральной Азии Из четырех Разных стран Вот Здесь Побывал В Пешкеке В штабе Вроде бы Это недалеко От души Но Насколько На самом деле Можно Какие-то Формы Практики Которые Существуют Здесь В одном Контексте Переносить В Таджикистан Все Страны Периферии Так или иначе Являются Или В этих странах Отражаются Ситуации Проблемы Глобального Капитализма Но Разве нет Таких Каких-то Специфических Ситуаций И контекстов С которыми Нам Мы Каждодневно С ними Сталкиваемся И каким-то образом Должны На них Реагировать Например Степень Клирикализации Общества Религиозной Радикализации Разительно Отличается От В Кыргызстане В Таджикистане Это у нас В нашем случае Это просто Шокирующие Примеры Но Опять-таки Нельзя говорить о них В отрыве От глобальной Ситуации Конечно Можно Исследовать Какие-то Факты Можно Бирать Статистику И факты В своих Каких-то Работах Всегда Можно Показать Через Какой-то Частный Пример Как Некоторые Проекты Были Самосожжение Женщин На севере Редактор Но Опять-таки Не как Частный Случай А как Результат Более Глобального Процесса Процесс Обнищения Сатрапии Даже уже не Метрополии А капиталистического Мира И Наверное Например В Таджикистане Видно Что это Тенденция И то что Мы как-то Ушли в этом плане Вперед Да Нежели В Киргизстане Но опять-таки На это налагается Какой-то Чисто таджикский Менеджмент Подход к управлению Чисто таджикский Исторический опыт Гражданской войны О которой я не люблю Говорить Но здесь Наверное Будет Уместно Вспомнить Да И вот эта Народная травма О которой мы тоже С тобой говорили Во время смены Элит Опять-таки Да Прошло Общество Уникальный опыт В этом плане Но опять-таки Не следует забывать Что это все-таки Происходит В определенном контексте Глобально В первую очередь И Для того Чтобы это помнить И осознавать Художник Например Если у него Своих Ресурсов Либо Своего времени Желания Энергии Нет Должен вступать В какой-то союз С людьми Которые анализируют И понимают Это Я знаю Что вот В Artground Вы Сейчас занимаетесь Проектом Который называется Модальности И который Посвящен Гендерной проблематике Для штаба Собственно Вопросы Гендера Сексуальности Очень важны Мы тоже Достаточно часто В своей работе В своей практике Обращаем внимание На Эту проблематику Пытаемся ее Осмысливать И вот Здесь В Бишкеке Скажем так Мы В этом Не одиноки Существует Ряд Групп Организаций Для которых Собственно Проблема Гендера Гендерной политики Проблема Гендерной Дискриминации Угнетение По гендерному Признаку Или по признаку Сексуальности Является Их непосредственно Работает С какими-то Из этих групп Мы Тесно Сотрудничаем С какими-то Менее тесно Но в любом случае Мы находимся В одном Пространстве И Деятельность Каждой Из этих групп Включая Штаб Ну так или иначе Работает На Один общий Фронт Причем Этот фронт Надо сказать Как бы Имеет Четко выраженную Политическую Позицию Это фронт Феминистский То есть Это не просто Гендерные Общественные Объединения Которые Поднимают Эти вопросы В таком НПО Режиме Это Собственно Феминистическое Движение Движение Которое На радикальных Позициях Равноправия Полов Недискриминации По половому Признаку По признаку Сексуальности Какова ситуация С этим В Таджикистане Насколько В принципе Возможно Поднимать Эти вопросы В Таджикистане Насколько В принципе Рассмотрение Этих вопросов Не В каком Политическом Режиме Происходит Вот Эта выставка Это будет Феминистическая Или Феминистический Проект Или Это Проект По Гендеру Который Уже давно Превратился В нашем Замечательном Регионе Просто Превратился В ТЭК Во-первых Выставка Сама Не будет Приоритетом Проекта Потому что Модальность В этом году Это В первую Через Проект В котором Выставка Один из Возможных Компонентов И мы С коллегами После Долгих Споров Согласили Что Возможно Случится Так Что И Выставки Вообще Не будет Потому что Для меня В первую Очередь Очень важно Образование И И Исследование Проблемы Гендера В Таджикистане В целом Говоря О Гендере Как в Таджикистане Так и в Киргизстане В любой другой Стране Не следует Всегда Опять-таки Забывать О Экономическом Анализе Ситуации То есть На мой взгляд Гендерное Неравенство В Таджикистане В первую очередь Экономическое Неравенство Гендерное Равноправие В обществе Можно приобрести За деньги Можно быть Если человек Экономически Успешен То Он не чувствует На себе Вес Дискриминации По Сексуальности По полу Тогда как В сложных Ситуациях Районов Отдаленных Районов Таджикистана Которые Пребывают Очень Тяжелой Экономической Ситуацией В которых Семья Становится Единой Единственной Гарантией Социальной Какой-то Стабильности Иногда Даже Выживания Совершенно Логичным Становится Проявление Насилия В отношении Женщины Сексуальных Меньшинств Нетерпимость Каким-то Иным Формам Сексуальности И Это Опять-таки Один из Симптомов Тяжелой Экономической Ситуации В обществе Например Модусы Поведения Такие Как Послушание Почтение Старших Более Принижная Роль Женщины В семье Еще Более Принижная Роль Невестки В семье И Человек Попадая В семью Уже знает Что ему Делать Женщина Выходя Замуж Попадая В семье Мужа Опять-таки Обычай Что Младший Сын Должен Со своей Женой Остаться Со своими Родителями Так Чтобы И он И его Жена И все Его Потомство Продолжало Поддерживать Вот эту Всю Семью То есть Есть вот Эти Модры Поведения В которые Ты попадаешь И уже Не имеешь Оттуда Никакого Выхода Особенно Если Ты Экономически Неактивен То есть Если У тебя Нет Никакого Символического Капитала В виде Образования Если Ты Не имеешь Никакой Профессии Ты Просто Становишься Рабом Вкусником Вот этого Образа Жизни Ну а что Арт-Граунд Собирается Как бы Эти Многолековые Исторические Традиции И обычаи Великие Традиции И обычаи Подрывать Или как Что с ними Делать Для ситуации В которой У людей Кроме Друг друга Ничего нет Она уже Неправильна И подразумевает Опять-таки Экономический Анализ И мы Считаем Что Что это Неправильно И мы будем Об этом Говорить И в наших Работах Опять-таки Должны Предоставлять Информированное Мнение Информированное Видение Того Что происходит Я буду Настаивать Чтобы Проекты Наши Именно Такими Я могу Как бы Сказать Что Для Для Штаба Безусловно Эта позиция Кажется Близкой Да Нам тоже Кажется Что Патриархат В обществе Генетически Репрессивные Его механизмы И Я думаю Что Как раз Таки Вот В таком Подходе Безусловно Открываются Возможности Для Для Солидарности Потому что Эта ситуация На самом деле Типична И для Кыргызстана И для России И для Казахстана И Действительно Можно Вот вокруг Этого Выстраивать Уже Солидарную Повестку Потому что Это Уводит Нас От Эссенциализма Метафизики Когда Мы говорим Ой Ну нет Это же наши Исконные Традиции У них Такие Традиции У нас Такие Традиции И В принципе Между Нами Нет Ничего Общего И Каждый Должен Сам Решать Свои Проблемы В соответствии С этими Своими Традициями Это Такой Миф Миф Который Мы должны Рассеивать Развеивать Помочь Людям Осознать Первый Свой Класс Я хочу Еще раз От имени Штаба Выразить Тебе Признательность И благодарность За Интереснейшую Резиденцию Надеюсь Тебе тоже Здесь было Довольно Я очень Благодарен Всему Штабу Я хочу Поблагодарить Всех Ребят Которые Помогали Мне В моей Резиденции Потому что Помимо Непосредственной Резиденции Работы Которую Я так Или иначе Делал Было Очень много Важных Откровений Ситуаций Которых Я оказывался Которые Очень сильно На меня Повлияли Это было Во многом Благодаря Именно Людям Которые Меня Здесь Окружают Лично Есть Политически Спасибо